Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Андрей Малевич, обзор рынков PI Capital Union. И в рамках этой передачи мы говорим о криптовалютах, направлении, которое Андрей активно торгует. И наш коллега из Калининграда уже с нами. Андрей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, зрители моего канала! Что интересного на крипте сегодня? Какие идеи? На чем зарабатываем? Ну, в принципе, я могу сказать... Давайте, наверное, сразу перейдем к цифрам. Посмотрим на экран, посмотрим на графики. Конечно, давайте! Я сразу могу сказать, что у меня сегодня в офисе почему-то все выбило. Еще ночью все выбило, я заметил. Но, тем не менее, я вам, насколько смогу, насколько покажу все это дело. Ну, и дам, как бы, идеи. Давай! Экран видим хорошо. Отлично! Значит, ну, что я хочу сказать? Ну, в общем-то, идет по биткоину и по эфириуму. Я сегодня рассматриваю два основных инструмента на крипторынке. Это, в общем-то, ПВДРИ. И, ну, что я хочу сказать? Продолжается конституционное накопление в этом канале. В принципе, ничего не меняется. По-прежнему, по-прежнему, в общем-то... Сейчас, момент. Игра вот так. По-прежнему, в общем-то, я считаю, что нужно отбиваться от бортов канала. Я, в общем-то, заходил здесь, отрабатывал вовнутрь. Заходил здесь. То, о чем я говорил. В общем-то, есть чуть-чуть набрало профита. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время будет прорыв по биткоину вниз. Вполне возможно, вниз. Единственное, нужно дать закрепиться данному инструменту. То есть, прорыв. Далее, ретест. И уже потом я вижу его достаточно глубоко. В район 38 тысяч. То есть, ну, нужно подождать. В общем-то, можно отрабатывать внутри канала консолидационное накопление. Но очень аккуратно. С небольшими рисками. С соблюдением, точнее, рисков. Вот. Вовнутрь канала, я думаю, можно подзаработать. По эфириуму, в принципе, такая же ситуация. Такой же канал. В общем-то, он не поменялся с прошлого обзора. Это канал 32, 14, 35, 48. И, в общем-то, тоже от бортов канала отбой в направлении лонгов пока. Ну, я хочу сказать, что вчера я загрузился в шорт. Были по эфириуму сигналы. Стою в шорте. Сейчас, в принципе, 2,45. Но все очень поджато. Со стопом поджато. Могут прорвать канал. Может быть, очень сильное движение в направлении продаж. Поэтому на рынке я пока вижу продавцов. Вот. Объемы пока не видны на рынке. Но вот как раз на минимальных объемах могут прорвать продавцы. Очень быстро двинуть вниз. И без всяких ретестов. То есть, инструмент уйдет. Еще раз я говорю, что я загружен от 32, 71 в направлении шорт. Я этот сигнал не стал давать в канал Telegram PyCapital. Вот. Поэтому, в общем-то, когда я буду загружаться, я загружусь, конечно. И дам сигнал непосредственно в этот канал PyCapital Union. Вот. Но пока здесь я не стал давать, потому что очень опасно. В общем-то, я считаю, что здесь риски я должен был брать на себя. Ну, в общем-то, пока оправдывается это все дело. Вот. Ну, не знаю. 32 если пробьем, то, конечно, будем двигаться намного ниже. Ну, где-то, думаю, район. Район 20... 2600... 2500. Куда-то вот сюда, думаю, можем сходить. Причем, я думаю, можем сходить достаточно быстро. Вот. По, скажем так, первому эшелону криптовалюты я пока тоже ничего говорить не хочу, потому что там тоже разнонаправленная динамика. Но, в общем и целом, надо сказать, что биткоин уже обозначает, что он пробил. Я пока, честно говоря, в это не верю. И, в общем и целом, разнонаправлены на красах. Ну, скажем так, не на красах, а на втором эшелоне по криптовалютам. Поэтому, однозначно, ничего сказать нельзя. То есть, сегодня такой день в ожидании. То есть, надо затихариться, подождать, посмотреть, куда все-таки развернут и двинуть в каком направлении крипторын. Поэтому, пока, в общем-то, я бы как бы сказал, нужно быть, побыть вне рынка. Ну, в общем-то, в общем и целом, Игорь Николаевич, я закончил. Если ко мне есть какие-то вопросы, я готов ответить. Ясненько, Андрей, поняли вас? Да нет, все понятно. Фраза «надо затихариться» она все объясняла, объяснила. Поэтому, конечно, друзья, когда такая рекомендация идет от опытного трейдера, то я приглашаю всех прислушаться. Андрей, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и скорейшего восстановления света в офисе. Я представляю, как это неудобно. Скорее нервозно. Нервозно, да. Поэтому, скорее, желаю вам, чтобы это скорее закончилось. Хорошего дня впереди. Спасибо, Игорь Николаевич. Всем профита и удачи на рынке. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...